о варительной системе человека и о том, как питание влияет на состояние нашего организма. Давайте посмотрим на атлас тела человека, найдем аппендикс. Вот тот самый отросток, который доставляет столько хлопот человечеству. Ведь 40% всех операций в России это удаление аппендикса. Давайте разберемся, зачем же нужен организму этот отросток. Долгое время он считался атовизмом. Вот и в этом атласе 1994 года издания написано «Аппендикс – маленький червеобразный отросток, назначение которого неизвестно». Первая операция по поводу аппендицита, воспаления аппендикса, была произведена за несколько тысячелетий до нашей эры. У одной из египетских мумий в правой области живота обнаружили след разреза. В XVI веке нашей эры это заболевание научились диагностировать. А бороться с этим недугом, хирургическим путем, конечно, научились лишь в XIX веке. Исследования показывают, что на доле этого отростка, длиной около 10 см, приходится столько же нервных элементов, сколько на тонкую кишку и толстую кишку вместе взятые. Но в отличие от кишечника, аппендикс обладает мощным лимфоидным аппаратом, то есть является иммунным или защитным органом. К тому же аппендикс вырабатывает гормоны, управляющие перистальтикой толстой кишки. Немноговато ли для атовизма? Возможно, правы те специалисты, которые высказывают мнение, что аппендикс – это не атовизм, а, напротив, орган, приобретенный организмом на более поздних этапах эволюционного развития. В пользу такого предположения говорит тот факт, что обладателями хорошо развитого аппендикса среди млекопитающих являются только приматы, человекообразные обезьяны, и человек, то есть существа, стоящие на высших ступенях эволюционной лестницы. Но кроме защитной и гормональной функций, у аппендикса есть еще одно интереснейшее назначение. И именно оно наиболее интересно для нас, потому что ведет к пониманию того, чем же надо питаться человеку. Аппендикс – это инкубатор кишечной микрофлоры. Ученые из медицинской школы университета Дилка США представили результаты, из которых делается вывод, что роль аппендикса в организме человека заключается в том, чтобы быть своеобразным заповедником, где нужные организмы микробы могут укрыться от внешних воздействий. От чего же укрываться нашей микрофлоре? Ну, конечно, от того, что ее подавляют. А подавить наших микробов могут только другие микробы. А наличие своих или чужих определяется пищей, которую мы потребляем. Если в кишечнике присутствует человеческая пища, то процветает человеческая микрофлора. Если человек питается неадекватной пищей, размножается чуждая нам микрофлора, которая подавляет нашу родную. Напомню, что в предыдущем фильме мы увидели, что пища, адекватная человеческому пищеварению, это сырая растительная. Так вот, как раз отсутствие растительной клетчатки в пище во время неблагоприятных периодов, ледников, холодов, засухи, заставляло людей питаться мясной пищей, приготовленной на огне. Это полностью подавляло микрофлору толстой кишки. Давайте посмотрим на атлас. Нас интересует вот это место. Это тонкая кишка. Из нее пища попадает в толстую кишку. Вот аппендикс. Давайте посмотрим в разрезе. Вот тонкая кишка. Вот аппендикс. Вот эта камера называется слепая кишка. При поступлении в толстую кишку вареной пищи, вот этот сфинктер закрывается, и пища проходит в толстую кишку, неся с собой чуждую микрофлору, выжигая нашу человеческую. И уцелевшая микрофлора сохранялась только в слепой кишке и аппендиксе. Обратите внимание на расположение аппендикса. Оно очень удобно для обратного распространения микроорганизма вместе с пищей по толстой кишке. Как только на входе в толстую кишку после мясного вареного периода снова появляется сырая растительная пища, микрофлора, получившая наконец пищу для своего размножения и процветания, снова восстанавливает из аппендикса. Сфинктер открывается, и она распространяется на всю толстую кишку, подавляя все чужеродные микроорганизмы. А человек, в свою очередь, опять получает так необходимые ему витамины и незаменимые аминокислоты. Почему же аппендикс воспаляется? Французский ученый Шон Пиньер еще в 1902 году обликовал данные о том, что аппендикс воспаляется при обильном мясном питании. Ведь с развитием сельскохозяйственных технологий питание человека перестало зависеть от природных периодов. Человек с детства питается в основном приготовленной пищей, а кишечник воспринимает приготовленную, термообработанную, вареную, жареную, тушеную, печеную пищу, как токсин. Если долгое время держать организм на такой еде, то защитные функции аппендикса гипертрофируются. Подобно процессу в легочных миндалинах, перенапряжение лифоидной ткани сопровождается набуханием аппендикса и делает невозможным обмен внутри него. Аппендикс воспаляется, что ведет к осложнению. В Америке от аппендицита ежегодно умирает в среднем 400 человек. Поэтому если вы хотите, чтобы вы сами, ваши родные и близкие не оказались на операционном столе, следите, чтобы в вашем и их питании обязательно присутствовали сырые растительные компоненты.